Самые сильные, красивые и рельефные. Во дворце спорта Волга-спорт-арена в эти дни жарко даже в купальниках. Блеск софитов, яркие наряды и горы мускулов украсит сцену до вечера воскресенья. Более сотни различных номинаций, 700 спортсменов и 70 профессиональных судей. И все это про 35-й чемпионат России по бодибилдингу и фитнесу. У нас приехали практически со всех регионов, также не только спортсмены, но и судья. Всего более 70 судей. И судят вообще 9 бригад, по 9 человек у нас как бы там сформировано. Поэтому максимально прозрачное судейство, лучший и худший результат отбрасывается. Нельзя в судейство садиться одинаковым регионам. Все максимально строго. Очень доволен этим в нашей федерации. Строгое судейство – залог успешных и честных соревнований. Бороться за Кубок России приехали как титулованные спортсмены, так и те, для кого подобные состязания в новинку. Спортсмены должны на сцене быть привлекательными с точки зрения зрителей, реагировать на зрителей. А судьи оценивают пропорции, баланс, наличие достаточной мускулатуры, нечрезмерной. Пропорции должны быть очень четко распределены. Мышечная структура, мышцы правильно уложены. Это добивается посредством тренировок в тренажерном зале. А на суд зрителей мы это приносим уже на сцену, для того, чтобы показать свои лучшие стороны. Александра Слепова приехала на соревнования из северной столицы России. Она выступает в категории «Акробатический фитнес». В это направление девушка пришла после многолетних занятий танцами. Во второй конкурсный день чемпионат России принес в ее копилку заветную медаль. Занималась достаточно много в тренажерном зале, где-то пять раз в неделю, по два часа. Также занималась акробатикой достаточно много. Мое выступление оцениваю неплохо, но могу еще лучше. Пока девушки покоряли сердца зрителей и жюри, мужчины усиленно готовились к выходу на сцену. Наносит грим, переодевается и немного волнуется. Ульяновский бодибилдер Сергей Цыплов полгода тренировался, чтобы показать себя во всей красе. Сегодня я выступаю в номинации «Мужчина-мастера 40-49 лет». Свыше 90 килограмм. Подготовка меня заняла полгода. До этого я выступал в пауэрлифтинге. Сейчас в бодибилдинге выступаю, потому что не мог пропустить такой турнир в нашем городе. Это у меня уже пятый старт. В воскресенье буду выступать среди мужиков. То есть в сегодня возрастной категории, а там у нас будет открытая категория. Мужчины и девушки соревнуются в различных номинациях. Фитнес-пары, атлетик, фитнес-бикини, фитнес-модель. И в абсолютно новой и очень красивой категории – артистик-модель. Призовой фонд чемпионата – почти 2 миллиона рублей. Их распределят между 10 победителями из различных категорий. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.